Много было опросов, как студентов, так и школьников, на простую тему, а именно, а вот какой учитель или преподаватель хороший для вас? Вот идеальный это кто? И практически нет, ну, статистику, я, во-первых, не верю в статистику, а во-вторых, дело, ну, все равно это не важно. Высокочастотный, подавляюще серьезный ответ был, я хочу, чтобы он меня понимал, я хочу, чтобы он меня выслушал, я хочу, чтобы мне было с кем поговорить. Вот обратите внимание на это. Вообще, вот давайте отвлечемся от привычной жизни. Смотрите, в каком положении оказывается современный ребенок. Родители носятся, как угорелые, зарабатывая деньги, а также самореализуясь, это я так иронически говорю. Ребенок сидит, он прямо родился уже с гаджетами в руках, да, и он сидит в этом пространстве. Им он хорошо владеет. Но до него, вообще-то говоря, никому нет дела. Хорошо, если у него есть бабушки и дедушки, которые излучают тепло. Вы понимаете, вот сейчас во время пандемии стало абсолютно ясно, нет запроса на то, чтобы сказать, я хочу, чтобы мой учитель больше всех знал. Вот нет, вот не говорят они этого. Почему? Понятно. Потому что у него в кармане Алиса лежит. Алиса – это не знание, это не более чем информация, что вы знаете, разумеется, не хуже меня. Но дело же не в этом, роль учителя действительно очень сильно поменялась. Учитель должен, он единственная надежда, можно сказать, для ребенка. Вот куда ему деваться? Все бегут, все кричат, у тебя есть это, это и это, иди там и смотри в онлайн или еще где-нибудь. И кто бы это отрицал. Вот, но ребенку тяжело. Тяжело не в смысле большого количества занятий, а у него душа неспокойна. Ему хочется прислониться к кому-то, ему хочется, чтобы его выслушал человек, которому на него не наплевать. Это вот я говорю тривиальные вещи, но это так. Это говорят даже студенты. Мы хотим, чтобы с нами поговорили. Понимаете, недостаток такого теплого человеческого общения, он стал очевиден за эту пандемию. Продолжение следует...